Поехали! Сафронов, добрый вечер! Привет, подвижник! Ты у нас номер два, когда-нибудь будешь номер раз, номер один, имею ввиду, нет бы бросить все сказать, когда мне... Так, ну Юрий Железов тут не бросит, брат за братом, на Кавказе есть поговорка, которая мне нравится, знаете какая, как говорят кавказцы, брат за братом в черный день, А у нас теперь вся страна, только все темнее и темнее Леонид, привет! Никогда не забуду, что это... Вот бы на каждом бы таком этом, по нашему человеку, как бы мозги бы мы правили... Курган, добрый вечер! Москва, добрый вечер! Добрый день! Лобасов, добрый вечер! Селиванова, добрый день! Самара! Так, добрый день! Яковлева Наталья, привет из Нижнего Новгорода! Объедаемся сливами из косточек железового посадка 16-го года! Плоды не крупные, но вкусные, ну из косточек, а как вы хотели? Вот, очень вкусные, сладкие, хотя и не прививали! Абрикоза было немного, без компота, но поели тоже очень вкусные! Гражданка, я говорю, фотографии, где фотографии, я вас спрашиваю! Ну, разве можно так меня, это самое, обделять? У меня с собой папка, там уже сотни фотографий, но мне этого мало! Мало! Жду фотографии, это очень важно, это не ваше личное дело! Валерий Константинович, подскажите, почему усеянцы, груши, сильные листья, посеянные холмы, посеяние поливаем? Так, кстати, в Каундинской степи, после недельного похолодания, между дождями пришло тепло! Значит, Лисенко, вы правы, продают все подряд, ребят, все подряд, ребята, вот, да! Так, значит, почему усеянцы, груши, сильные листья? Я обычно отвечаю стандартно! Дело в том, что их самое слабое место, это основание штамба! Стоит на сантиметр заглубить! Все! Вот, проходит немного времени, начинается... Нет, не штамп чернеет, а листья чернеет! То есть, причина, смотрим наверх, а надо смотреть вниз! Давайте, постарайтесь! Уже чернеет, уже, возможно, поздно! Там все, что дальше предлагают! Вот, чернеет листья, да? Это до сих пор считается стандартный вопрос на сотнях сайтах, потому что они действительно чернеют часто! И люди искренне пишут! Дорогая редакция, дорогая редакция, дорогая редакция! И тут на них обрушиваются эти самые! Когда я столкнулся, еще вроде бы опытный был, настолько опытный, что мне заключил договор с дирекцией этого самого нашего алюминиевого завода, и посадил груши! У них начали чернеть листья! Вот, я тогда был дурак-дураком, в каком плане? То есть, уже я считался опытным садоводом, да? Вот, но еще в какой-то степени придерживался стандартной технологии! Что такое стандартная технология? Вот, я сейчас объясню! Это касается чернению листьев! Итак, чистый гравий! Завод стоит на гравий! Чистый! Через него пробивается кое-какая трава! А мне сад садить! Вот, а мне полномочия дали, договор заключили, я вызываю более этот эскаватор, ковшом выкапывать яму, полтора на полтора на полтора! Вот, по моей команде, тоже, привезли несколько КАМАЗов, хорошей земли! Где они брали, понятенными! Сказал, везите! Ну, я от имени директора хозяйничал! Вот! Ему тоже надо было сенсацию, как вы хотели! Помните, я когда-то вам показал, груши возле этого самого, завода управления! Видели, красавцы какие? Вот! Но были и минусы! Не так все просто было! В какой-то момент, да, потом, значит, засыпали эти ямы! Ну, гравий как садить! Засыпали в эти ямы чернозем, хорошую землю! И в эту землю я посадил груши! Но без этого, без ничего! То есть, я уже тогда знал, что посадочную яму ничего класть нельзя! Когда-то об этом будет написано во всех учебниках! Пока все наоборот! Знаете прекрасно! Попробуйте набрать и увидите! Я единственный, который говорит НИ-ЧЕ-ВО! НИ-ЧЕ-ВО! Когда-то станет это этим... Хрестоматией! А пока вот так! Верьте на слово! И вот, когда я это все сделал! Так! Посадил! Привез саженцы однолетние! Посадил груши! Вот! И на них, на второй год начали чернить листья! Вот! Ну! Я привык пальцы гнуть! Я и так был на золоте не последний человек! А тут еще и проект такой! Ну! Представляете! Тут кругом газ! А вдруг это... Сад! Это такая нагресса надо было иметь! Ё-моё! Детство меня успокаило! Что глинозём это... Вовсе не канцерогены! Вовсе не это! Не что-то такое ядовитое! Глинозём! Гли-но-зём! Гли-но-зём! Поняли! Гли-но-зём! А это основа технологии на алюминиевых заводах! Так что я этого не боялся! И так... Начали чернить листья! И я тогда заказал этих... Причем мне надо было бы, может, из института кого-то! Но я сейчас понимаю, что они бы не помогли! Приезжает человек за деньги, да! Представляется я из этого эколога! Из какого-то там отдела! Вот! А я вроде бы как... Местниц писались! Вроде что-то имею понятие! Но думаю, что-то скажет! Вот! Ну, жду, что скажет! Навсегда запомнил! Значит так! Сейчас я беру анализы! Оторвает несколько этих груш с умным видом! Они им же плачены! Хе-хе! Этих черных листьев с верхушек надергал и исчезло! Через пару этих самых дней приезжает снова и говорит! Анализы сделаны! Это значит не хватает железа и меди! Вот! А что еще я могу сказать? Значит так! Хилат железа покупайте! Я еще покупал его чуть ли не за свои деньги! Потом, правда, деньги вернули! Хилат железа и... Хилат железа и медный купорос! Вот! Теперь! Прямые! Как она сказала? Прямые! А я вроде бы уже и специалистом был! А болезнь-то дурак дураком! У меня уже вот такие обрехосы росли! Вот! Я уже тогда впереди планеты всей! А болезнь-то дурак дураком! И знаю, что если что, я буду виноват! Если что, отступлю! Она же командует еще таким тоном! Ну и все равно как дураком! Вот! Ну и правильно! Я болезнь не понимаю! Вот! Прямые подкормки! Я глазами луп-луп! Что такое прямые подкормки? А разводите 1-2 процента! Ну тут у меня химия пятерка! Знаешь, что это такое? Это на ведро 100 грамм! 1 процент! Дураку понятно! И значит это! Берете пшик-пшик-пшик! Взял пшик-пшик-пшик! Прямые подкормки! То ли от этого перестали они чернеть! То ли просто освоились! Прошу прощения! То ли просто освоились! И на этом все! Осталось мне верить и на слово! Что не хватило железа и меди! Вот! Что при этом применяется хилат железа и медный купорос! И надо поливать! Опрыскать прямо сами листья! Ну вот! И весь мой на этом опыт! Вот! А вы спросили! Почему усеется грушечка? Нет листья! Отвечаю! Получается два! Причина! Первая моя причина! Немножко расковыряет! Посмотрите! Они сгнили ли основание штамба! Я к этому отношу 90%! Так! Может быть совершенно негодная! Совершенно негодная земля! Совершенно! И тогда получается мне что-то ни железо, ни меди! Тогда второй вариант! Хилат железа и медный купорос! Вот пока на этом мои познания кончаются!